Выплатить долги за газ, ввести в эксплуатацию неосвоенные земли и держать под контролем цены на молоко. Такой фронт работ наметил Михаил Игнатьев руководству Урмарского района на этот год. Планы на будущее обсуждали на ежегодном подведении итогов социально-экономического развития муниципалитета. Чиновники отчитались. Объемы производства в районе по сравнению с 2016 годом увеличились почти на 3%. Средняя зарплата примерно на 9, а оборот розничной торговли на 10. В сфере сельского хозяйства картина еще радужнее. Объемы производства молока, скота и птицы с каждым днем растут. Сельское хозяйство вообще самая инвестиционно привлекательная сфера Урмарского района. В 2017 году в этом сельском хозяйстве реализовано 11 инвестиционных проектов. В общем, вложена инвестиция на сумму 107 миллионов рублей. Господдержку получили 45 сельхозпроизводителей района на общей сумме 50 миллионов рублей. Однако жить на широкую ногу пока не удается. Расходы района превышают доходы, но резервы есть. К примеру, по подсчетам первого заместителя министра финансов Чувашии Фариды Муратовой, больше 40 миллионов рублей бюджет района теряет из-за неформальной занятости населения. А глава республики заострил внимание на необходимости ввода в оборот неосвоенных земель. Таких в Урмарском районе больше 6 тысяч гектаров. Все средства поступают полностью во бюджет Урмарского района. Никто не забирает ни копейки, ни одну рубля. Эти деньги точно не будут лишними. Помимо выплаты долгов, у района большие планы по благоустройству муниципалитета. Среди них реконструкция дорог, капитальный ремонт дома культуры в Урмарах, а также благоустройство местного парка отдыха. И еще с десяток муниципальных программ, в которых район участвует по инициативе местных жителей. В прошлом году туда было направлено 110 миллионов рублей. Екатерина Храмкина, Вести, Чувашия.